Приветствую вас! Страх, неуверенность в себе, зацикленность на сексе, недостаточная реализация, комплексы, вот все эти вещи, в принципе, могут влиять на появление у мужчины подобного страха. Понимаете, я бы уточнил, что вы подразумеваете под словом любовник, да, т.е. вот он боится, что никто не сможет быть для вас таким хорошим любовником, я бы, конечно, уточнил бы, что вы понимаете под любовник. Т.е. любовник это что, это чисто секс, это только секс или это отношения в целом и так далее. Вот, это первое. Второе, надо сказать, что мужчина, в общем-то, в целом, он прав, он действительно не будет, не будет для вас, как значит, всю вашу жизнь таким потрясающим любовником, потому что секс, в принципе, такая штука, да, без какого-то вот эмоционального состояния, он достаточно быстро приедается и после этого уже, может быть, не так все будет хотеть. Вот, и здесь я бы сказал, что мужчина, вполне вероятно, помимо любви, к вам испытывает что-то еще. Вот, я не знаю, что он испытывает безусловно, но мне кажется, что еще что-то он испытывает. Вот. Совершенно очевидно, но, то есть, что-то, что, ну, что, отдаляет его от вас и, условно говоря, заставляет думать на тему того, да, что будет будущим. Ведь человек, который любит, он живет здесь и сейчас, а если он живет здесь и здесь и сейчас, то, вероятно, вероятно, он не думает о будущем, а думает только о человека, которого он любит. а здесь человек думает о себе. Это значит, что и ему не хватает, эээ, получается, для вас. Вот это для себя, простите, а не хватает чего-то для себя. И вот это что-то для себя он пытается реализовать. Поэтому я полагаю, что диагнозы никакие ставить не нужно, то есть не нужно ставить диагнозы депрессии и так далее, потому что это может делать только врач, психотерапевт, психиатр. Вот, что касается вот его страха, пусть обратиться к психологу, если он действительно заинтересован в том, чтобы этого не было, пусть обратиться к психологу, мы ему поможем. Вот, в остальном, ну, то, что вы говорите, вот коллега высказал, например, мысль о том, что он не хочет жениться. Очень похоже на правду, но я все же думаю, что вовсе не обязательно это связано с его нежеланием жениться. Вот, может быть, тут действительно какие-то страхи комплексы по поводу его заболевания и так далее. Вот. Если он хочет действительно избавиться от своих страхов, да, если он действительно хочет обрести уверенность в себе, ему нужно будет поработать с психологом, вы можете ему, в принципе, об этом сказать. Если он действительно это сделает, если он будет работать с психологом, значит, он действительно какие-то пожелания к вам не относятся, если мы ему поможем. А если он не захочет, значит, действительно, у него нет особого желания жениться на вас. Вот и все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Нет. ussa отр que у вас корinge. Может быть. Как вы jakiś эппет sledов? Продолжение следует...